Привет всем болельщикам Минского Динамо, с вами снова Динамо ТВ. Очередная рубрика наша на коротке. Сегодняшний наш гость, один из лучших защитников за всю историю чемпионата Беларуси, наш любимый капитан Серега Политеевич. Серега, привет. Да, всем привет. На самом деле я ничего не понял, что он сказал, к сожалению я по-турецки успел выучить только одну фразу, но судя по всему, Сергей, ты успел по-турецки нормально уже освоиться. Ну да, с большего, в принципе, потому что нужно для общения на поле, то что касается на поле, общения футбольных сленгов, в принципе, знаю практически все, потому что, в принципе, помогает на поле, много турков он сыграет. Ну, а так, если честно, если начнут там быстро кто-то со мной разговаривать, то пойму очень мало. К турецкой теме мы еще успеем вернуться. Первый вопрос, не отходя от кассы, как тебе вчерашний матч? Ну, матч нормальный, конечно, не очень понравился антураж, все-таки без болельщиков смотреть футбол, это не тот футбол, который, скажем так, нужен зрителю, который обычному обывателю футбола, который пришел на трибуну, вчера смотрел, как по телевизору, очень такая была спокойная обстановка, кто-то пытался там где-то пару раз взорвать ситуацию, но особо это не помогало, и так смотришь, и из-за этого, кажется, еще и футбол какой-то скучный, хотя, в принципе, нормально, динамо вчера контролировали ситуацию и пропустили этот нелепый гол, но думаю, что все будет нормально. Расскажи, как тебя вчера встречали на тракторе? У тебя была личная автограф-сессия, много к тебе подходили, фотографировались? Ну да, конечно, было приятно пообщаться со старыми, скажем так, знакомыми старыми болельщиками, которые знал, когда играл в свое время в динамо. Ну и довольно-таки много хотелось со мной, скажем так, сфотографироваться, расписаться к кому-то. Было, конечно, приятно, что не забыли то время, что я провел здесь. Что-нибудь успел заметить, что поменялось у нас на стадионе, что мы в той же галереи, я думаю, ты вчера так достаточно прогулялся, посмотрел, что-нибудь новое появилось? Ну, конечно, меняется в лучшую сторону, в любом случае время это не стоит на месте, и динамо менеджмент, я смотрю, тоже, в принципе, добавляет, и появляются какие-то интересные даже и программы, и ваши, посмотреть рубрику, тоже интересно в интернете все, я думаю, только-только плюс нашему футболу. А в плане на стадионе, в принципе, здесь ничего не изменилось. Я говорю, что трактор-то, как он так был, так и не меняется уже сколько лет. Вернемся в прошлое. 6,5 лет назад ты впервые подписал контракт с «Минским Динамо». Вообще, ты можешь вспомнить, как вообще возник вариант с нашим клубом? Ну, конечно, могу. Я играл в «Нафтане», в «Арензе», был в «Крыльев Советах», принадлежал мой контракт. И в конце года мне нужно было возвращаться в «Крылья», но чего я не очень хотел, потому что я не понимал ситуацию в России. Новый тренер, новое руководство, меня абсолютно никто не знал, я никого не знал. Нужно было, конечно, что-то по-новому. Я хотел какой-то новый, скажем так, «Вектор». Были предложения, и с Россией тоже можно было попробовать. Но когда позвонил «Динамо», в принципе, сильно не раздумывал. Еще начались разговоры в ноябре, где-то за тура 3-4. А потом еще как раз за тура 4 играли с «Динамо», я еще забил «Динамо», мы выиграли. Я думаю, что у них вообще отпало, брать или не брать меня, скажем так. Ну и, в принципе, другие варианты особо-то и не рассматривал, потому что для меня как-то ботэ-ботэ. Но для меня со всех времен, и отец у меня так «Динамо» все время смотрел больше, скажем так. Ботэ так раньше не было в этом, в Советском Союзе. И, в принципе, выбор особо не колебался. Начало карьеры в Минске «Динамо» выдалось, наверное, не таким, как ты ожидал, потому что команда даже не могла побиться в Еврокубке. Что ты помнишь о том времени, когда только-только ты начинал играть в наш клуб? Ну, в принципе, тяжелое было время, потому что молодая была команда, и было видно, на самом деле, что особо мы ничего прямо такого, и на чемпионство мы точно не шли, и даже было внутри команды, потому что была очень молодая команда, и была защита очень молодая. Как я сейчас помню, у нас, в принципе, двадцатилетняя была, там, четыре стороны защитника, там, нам всем было по двадцать лет, там, двадцать один кому-то было максимум, скажем так, впереди. Были опытные игроки, то, что, в принципе, нас тянуло, наверное, наверх, потому что все равно всеми молодыми игроками, что показывают и время, показывают все команды, ну, невозможно что-то выиграть, если прям все молодые. Нужны какие-то дядьки на поле, нужны, кто-то где-то подскажет, какой-то совет прям на поле, в быту, как вести себя, то без этого очень тяжело, и этого нам не хватало. У нас были хорошие игроки, но такого, скажем так, дядьки на поле у нас не было. Среди футбольных специалистов есть мнение, то, что рядом с Умару Бангура ты вырос в профессиональном плане. Как ты считаешь, есть правда в этих словах, то, что, играя вместе в паре с этим защитником, ты стал лучше, как футболист? Ну, не знаю, и, конечно, очень спорно, то, что именно то, что я играл в Умару, я там чуть-чуть добавил. В принципе, нет, и я за ним не тянулся, он за мной не тянулся. Просто прошло время, я сам, скажем так, рос как игрок, были хорошие тренера, была команда хорошая. Вот это, наверное, больше помогло, чем именно он лично. А то, что очень помогло, то, что была команда хорошая. И я понимал, что нужно бороться за состав, потому что, в принципе, были и конкуренты. Серега Концевой пришел только тоже, в принципе, первый тур, когда вот он пришел, я, в принципе, тоже не играл. Я начал со второго, первым в Могилеве, по-моему, мы играли один, но мы выиграли. Он играл, я не играл, я сидел на замене. А второй тур я уже вышел, как раз хорошо и забил, мы выиграли, и потом я все время играл. Так что, в принципе, вот это меня больше оботрулило, то, что у нас была классная, хорошая команда, и мы понимали, что с этой командой мы должны выигрывать и чемпионаты, и проходить Лигу Европы. И одну задачу мы выполнили, вторую, к сожалению, чуть в конце нас населенок не хватило. Вот это, наверное, больше помогало, что вот именно в тот год, как по мне, у нас была одна из лучших команд, что я играл в Динамо. Ты поиграл со многими легионерами в команде, кто запомнился больше всего? Уф, через Динамо много проходило, да, легионеров и классных легионеров. Ну, не знаю, запомнился, ну, Доджи был хороший игрок. На поле вообще, в принципе, показывал то, что должен показывать плеймейкер, дриблер, то, что славятся эти игроки на этой позиции. Я думаю, я считаю, что на этой позиции должны были все таки играть, как он. Не бояться идти в обыгрыше, обыгрывать, бить по воротам, лезть на соперника. Это в нем было, и это у него практически всегда проходило. И то, что сейчас спроси у какого-либо болельщика, там, яркий игрок за последние годы, я думаю, никто не назовет он тоже Бангуру, никто не назовет. Да, хороший игрок, но именно яркий, выделялся именно на поле, это, наверное, у Доджи. Один из таких лучших дриблеров нашего чемпионата. Ну, Умару хороший, Лионер хороший защитник, классный защитник. Эрнанд Фигареда тоже понравился, в принципе, сыграл много матчей за Динамо, и в конце даже уже такой, он больше уже на, скажем так, не с Америки откуда-то видно было, а как будто уже белорус, но у него внешность такая, в принципе, не экзотическая. Тоже хороший, классный игрок. Прямо таких ярких, тут еще скажу, наверное, из ярких, вот, наверное, выделил, наверное, вот этих трех, с кем я играл за пять лет. Вот это три Лионера, которых я выделил прям. С кем веселее всего было? Кто мочил больше всего в команде приколов? Из Лионеров? Да, из Лионеров. Ну, это игры день-два, нужно, чтобы отойти, потому что тебя особо никто не трогал, потому что все равно тяжело. Когда Динамо проигрывает, это тяжело переносится, потому что у тебя всегда в голове, что тебе нужно всегда выигрывать, и даже если какая-то ничья, у тебя идут такие, скажем так, негативы. А у него всегда он был на позитиве, и то, что у него на поле смысл выделялся он тем, что ему вообще остальное все по барабану, он просто делает свою работу, ему это нравится, скажем так. А так, в принципе, таких не было. Наоборот, был флегмат, допустим, Умару Бангура, вообще абсолютно был флегмат, он особо ни с кем не разговаривал. Чтобы не происходило ему всегда все равно было, да? Да, ему вообще просто, он мог где-то и полежать на тренировке, и посидеть на тренировке, ему такой был на своей волне. А так прям какой-то позитивчик у нас такого, и у Дожжи, наверное, самый такой у него был, постоянно он был на позитиве. Ты провел больше 170 матчей за наш клуб, что запомнилось больше? Ну, не знаю, если брать в белорусском чемпионате, ну, конечно, против игры, против БТ, Динамо, БТ, не знаю. Для любого Динамо это какой-то матч такой, скажем так, вынося за рамки чемпионата ты играешь, настраиваешься как-то немножко по-другому, наверное, так. А на международный, в принципе, наверное, с национальным выезд, хотя был очень тяжелый матч, мы дома выиграли 2-0, да, хотя это очень такое хорошее преимущество, но мы понимали, что все-таки для нас это был первый выход в группу. Мы вообще откидывали все мысли, то, что мы уже там в группе, понимали, что будет тяжелый матч, и после матча, я не знаю, наверное, это мне описать то, что у меня было внутри, то, что мы вышли в группу, смотрел всегда по телевизору и мечтал об этом играть в каком-то групповом этапе, скажем так. К сожалению, в Лиге Чемпионов пока Динамо не может похвастаться играми, но в Лиге Европы для нас тоже это был большой такой плюс, и, наверное, вот это самые такие яркие матчи, которые, наверное, были в Динамо. А вот о главном разочаровании за годы выступления в нашем клубе? Какой матч тебе не хочется вспоминать вообще? Ну, наверное, Паок, да, наверное, Паок. Это было какое-то вообще недоразумение, скажем так, с большой буквы, наверное, это недоразумение. Потому что 6-0 проигрывать Динамо Минска вообще, в принципе, не должен и не может проигрывать. 6-1, все-таки, зенком изобили тогда, да? Да, кстати, 6-1. Хотя, да, 6-1, наверное, поприятнее, да? И ты еще справился, да, тогда. Хотя, наверное, особо плюсы не добавляет этот гол. И то, что было стыдно после игры, то, что вышли в Лигу Европы, в группу, первый матч, хотелось показать то, что, да, мы не зря вышли, вот мы Динамо Минс такое. Она взяли, просто опустили до такой степени. Наверное, самый ужасный и самый запоминающийся в негативном плане матча. Скажи, как тебе в Турции? Освоился уже полностью за это время? Ну, освоиться в Турции тяжело, потому что там у них менталитет абсолютно отличается от нас. У них там хаос, все наглые, все такие, скажем так, не очень воспитанные в плане... Я к этому не привык, немножко воспитывался в другой, скажем так, манере и веду себя немножко по-другому. Их, наверное, почему... Большой плюс в футболе, это очень помогает. Они все наглые, все напористые, скажем так. А у нас немножко такое дружественное отношение на поле все-таки присутствует. И это нам мешает. Я понял это, когда пришел туда, что просто так никто кусок хлеба тебе не отдаст, и нужно там бороться. В принципе, у меня на поле в этом, в моем характере тоже это есть, и, наверное, мне там это тоже помогает. Пока я полностью не освоился, но потихоньку начинаю осваиваться, начинаю привыкать к турецкому футболу, потому что он тоже такой своеобразный. Расскажи, как тебе помогал первое время Саша Глеб, вот именно в Турции устроиться, привыкнуть? Ну, помогал в плане, в первую очередь, конечно, в языковой барьер, потому что он у меня присутствовал и прилично присутствовал. Мы англии, так сказать, было далеко не совершеннее, но, скажем так, у меня практически его не было. Ну, не скажи, ты, между прочим, хорошо с Бангурой общался и с удовольствием. Ну, я, скажем так, пытался, потому что для меня это важно, я пытался им объяснить то, что должно быть. Я пытался Бангуре донести то, что нужно знать лево, право, назад, а ему, в принципе, это было по барабану, он знал только привет, приятного аппетита, и то приятного аппетита он не всегда говорил. Ему вообще было по барабану, он знает английский, и все должны знать английский. У них было такое вот понятие, и я просто старался, я понимал, что для нас это будет лучше, но окей, не хочешь учесть русский, тогда я буду учить английский. Потому что для Бангуры было что-то донести, это было очень тяжело, потому что он такой флигмат, что ему говоришь, он такой через одно ухо входит, через другое выходит. Поэтому, если честно, мне чуть-чуть это и помогло, то, что я чуть-чуть начал английский подтягивать, хотя в школе я учил французский, и английскому вообще никакого отношения не имел. Но сейчас я понимаю, что это большая ошибка, и сейчас с кем разговариваю, с молодыми игроками, говорю, что нужно учить английский, потому что, если ты хочешь играть за рубежом, в первую очередь ты должен знать язык, потому что очень тяжело без языка, и мне на первых порах было очень тяжело, если бы не Саня Глеб, который помогал мне в этих ситуациях, то, я думаю, было бы намного мне тяжелее и освоиться, и в команде, и в коллективе, скажем так, быть своим. Без языка абсолютно тяжело, ты как, не знаю, черное окошко ходишь, белая ворона, скажем так, ни с кем не общаться, потому что тебе хочется пообщаться, но ты не можешь. И такая, с жестами общаться на какие-то английские фразы, это было очень тяжело, и на первых порах он мне очень помогал, но я так со временем все время потягивал, 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 и сейчас, в принципе, такой довольно-таки нормальный уровень, скажем так, общительного этого английского языка, потому что грамматику я с учителями не занимаюсь, занимаюсь только сам, и вот планирую в этом году, скажем так, буду по скайпу, наверное, учить английский язык с учителем уже прямо, чтобы было довольно-таки совершенно, а так в общении, в принципе, уже проблем нет. Расскажи про свою команду, что такое Геншлер Берлиги по турецким меркам? Ну, по турецким меркам это очень такая, скажем так, маленькая команда, потому что, в принципе, у нас и фанатов не очень много, наверное, даже, наверное, в лиге у нас самое мало болельщиков входит, это их 6-7, у нас примерно присутствует, даже меньше бывает, 5 бывает иногда приходят. Это даже при том, что вы в столице играете, да? Да, то, что мы играем в столице, у нас две команды, вот есть Осман Лиспор и мы, вот на Осман Лиспор практически, ну, сейчас они начали хуже играть, это уже начало меньше, но, в принципе, у них так хватает, и много фанов, и народу ходит много. Но у них просто, турки, я не знаю, это тяжело объяснить, у них такой, у них все Галасарай, Фенербахче и Бешикташ, Трабзон Спор, у них в Анкаре живешь, мы играем, допустим, с этой командой, с Бешикташем, пол-анкары идут на Бешикташ, ну, они вообще, для них Генч Леберли, там, Осман Лиспор, так, они все болеют за Бешикташ на выезда, с Анкары летают в Стамбул, постоянно, если какие-то матчи играют эти команды дома, постоянно все вылеты в Стамбул, практически переполненные, все едут смотреть матчи и едут назад. Для них это нормально, слетать, там, допустим, час в Стамбул, и перелететь потом после игры назад в Анкару, просто съездить на любимую свою команду. У них это очень распиарено, и у нас, чего это не хватает, у нас в Беларуси, я это понял, то, что большие команды, там, для них это в первую очередь, большая команда, значит, большая команда, это хорошие трансферы, это хорошие игры, хорошие стадионы, и, к сожалению, нам этого не хватает. А вообще, в принципе, такая средняя команда, именно по игровому плану, а если так берем, то, в принципе, такая маленькая, небольшая команда, в плане финансов, в плане фанов, наверное, вот так. В Турции, наверное, одни из самых обезбашенных фанатов в мире, ты успел столкнуться с этим? Ну, конечно. Особенно Стамбул, если брать. Да, конечно, успел, и когда играешь с Бишикташем на выезде, это же какое-то безумие вообще творится на стадионе, и ты, когда играешь, ты вообще друг друга, ты не слышишь подсказки какие-то, ты абсолютно ничего не слышишь. Если только получаешь мяч, получает мой партнер мяч, все свистят, все ревут, все кричат, только получают, они их гонят, кричат. Ну, вот, на самом деле, получаешь какой-то кайф от футбола, ты чувствуешь себя, скажем так, футболистом, даже в этой негативной атмосфере, потому что на тебя это душит, и тебя это подбадривает наоборот, то, что нужно играть лучше-лучше. Ну, и эта атмосфера, конечно, классная, когда играешь с большими командами в Турции, на самом деле, это супер. Скажи, Сергея Полите еще в Турцию узнают, вот именно в твоем городе, в Анкаре? Ну, да, периодически узнают, периодически фотографируют в торговых центрах, вот мы ходим, потому что, в принципе, мы такая команда не очень популярная для Турции, и это неудивительно, допустим, если кто-то там что-то где-то не узнал, но если вокруг стадиона, если ты подъезжаешь к стадиону после игры, в любом случае все знают, кто ты, что ты, и где-то в городе. Я не скажу, что там постоянно сейчас на меня бросаются с какими-то автографиями, фотографиями, нет, такого прям нету, но периодически есть, скажем так, не так, как в Динамо Минске, практически тебя никто не знает, кто ты и что ты, а когда играешь там, ну, процентов 20, наверное, знают. Пять лет в Минске в Динамо, да, что они дали для тебя? Ну, дали вообще, в принципе, Динамо я очень благодарен, Динамо не просто так, я считаю, скажем так, родным клубом, потому что, в принципе, больше игр всего провел за всю карьеру свою именно в этом клубе, ну, и становление игрока именно как игрока у меня, в принципе, все произошло в Динамо Минске, и сейчас то, что у меня есть, то, что есть какие-то мои игровые качества, это все спасибо Динамо Минску, наверное, скажем так. Ну, и напоследок, что можешь пожелать нашим болельщикам? Для всех ты был всегда одним из самых любимых футболистов, тебя любили за твою честность, искренность. Ну, что пожелать болельщикам? На самом деле, пожелать веры в команду, не опускать вообще никогда. Я всегда это говорил, что болельщик и в плохих матчах, и в хороших матчах, там виден, если, допустим, для меня непонятно, когда чуть-чуть начинает хуже команда играть, болельщик начинает отворачиваться и, допустим, не ходить на просто какой-то протест, я не пойду, потому что они плохо играют. Ну, плохо команда играет, потому что ты не ходишь. Чем больше болельщиков, чем лучше он поддерживает команду, и лучше играет команда. И я на себе это испытываю, если чем больше ты играешь, даже в этой негативной атмосфере ты приезжаешь на Бешиктаж, все игроки проводят одни из лучших игр своих с такими соперниками, с более сильными, потому что вот эта вся атмосфера, это, скажем так, тебя подергивает к тому, что нужно выкладываться на 100%. А то, что ты видишь, если тебе наплевать болельщику на тебя, то игроку где-то в голове, ну, если ему не нравится игра, что я могу сделать, ничего не сделать, скажем так. Нужно вернуть болельщика, ну, а вернуть тяжело. Ты хочешь себя заставить играть лучше, но это тяжело без болельщика, без этой веры, без этой поддержки. И, в принципе, вот сейчас был вчера на Лиге Европы, в принципе, было довольно-таки немало людей, то, что радует, но, к сожалению, не радует то, что не было фанатов. И, наверное, не знаю, я, конечно, я за фанатов, в плане того, что я поддерживаю там эти акции, то, что они хотят чего-то добиться, но мне кажется, все равно команда должна быть на первом месте, и нужно возвращаться на трибуны. Наверное, я пожелаю. Понятно, что я знаю все эти подводные течения, и я тоже с ними согласен, с болельщиками их, скажем так, я и на их стороне, но здесь должна быть тоже и команда в голове. Нужно понимать, что если не будет на фанатов, болельщиков, тяжело добиться какого-то результата. И Динамо Минск, наверное, желаю вернуться на трибуны фанатскому сектору, разрешить их вопросы, скажем так, которые у них насущны на сегодняшний день, чтобы они в положительную сторону разрешились, чтобы вернулись на это. И Динамо Минску победит. На самом деле, хотелось бы чемпионство, и в этом году все возможно. Батэй не тот. Шахтер вчерашний матч показал тоже не идеален. Тоже есть у него прорехи. Динамо Минск, в принципе, сейчас такой тот. Есть шанс зацепиться за первое место, чего желаю. Смотрите Динамо ТВ, верьте в Динамо, болейте за Динамо, приходите на стадионы, и все будет классно.